Минск сегодня стал центром евразийской политики. За столом переговоров встретились главы правительств Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. В эти минуты встреча завершается. Во Дворце Республики работает наша съемочная группа. На прямой связи моя коллега Юлия Бешанова. Юлия, здравствуйте. Вам слово. Добрый вечер, Екатерина. Мы по-прежнему находимся во Дворце Республики и продолжаем следить за ходом переговоров в рамках заседания глав правителей стран-участниц Евразийского Союза. Уже завершилась встреча в узком формате. Кстати, разговор премьеров с глазу на глаз продолжался гораздо дольше запланированного. Вместо протокольного часа они общались почти три. Напомню, один из ключевых вопросов сегодняшней повестки – обсуждение деталей таможенного кодекса ЕАЭС. Так как документ касается сразу нескольких отраслей, причем всех пяти стран-участниц объединения, от производителей до органов государственного управления, прийти к соглашению непросто и обсуждение продолжится в середине ноября уже в Москве. Потому, несмотря на погоду за окном, переговорный климат здесь жаркий. Но при обсуждении любого спорного вопроса единомышленники подчеркивают, главное не забывать о ключевом принципе Союза – сила именно в единстве. С учетом количества вопросов, требующих рассмотрения и обсуждения, наша сегодняшняя встреча весьма своевременна. Перед декабрьским саммитом президентов мы проводим своеобразный промежуточный итог. Текущий 2016 год – срезвычайно непростой и напряженный как в развитии наших экономик, так и в становлении Евразийского экономического союза. Тем более обнадеживать, что по ряду важных направлений в этих сложных условиях нам удалось либо добиться конкретных позитивных результатов, либо в значительной мере продвинуться к стратегическим целям функционирования Союза, закрепленном в договоре о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года. С 1 ноября текущего года запущена реализация программы либерализации каботажных перевозок грузов автотранспортом, начата реализация основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. В текущем году одобрены концепции формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. При этом стоит отметить, что принятие данных концепций является только первым шагом на пути формирования общих рынков энергоресурсов Союза в период с 2019 до 2025 года. В рамках Союза разработаны приняты технические регламенты, позволяющие устанавливать оптимальные требования для обеспечения необходимого уровня безопасности, обращающейся на едином союзном рынке продукции. Совместно с партнерами по Евразийскому Союзу мы прилагаем значительные усилия по выходу на зарубежные рынки, стремимся к позиционированию ЕАЭС на международной арене как успешного и стабильного интеграционного объединения. И в этой сфере у нас тоже многое получается. В эти минуты все еще продолжается разговор в расширенном формате. Основной блок вопросов экономический. В числе прочего обсуждают снятие торговых барьеров. Беларусь призывает страны ЕАЭС к снятию барьеров по доступу на рынки сельхозпродукции. Товары до пунктов назначения должны доходить быстрее, значит нужно уменьшить число контролирующих процедур. В итоге выигрыши останутся все, производители снижены сдержки, а покупатель получит товар по более низкой цене. В числе вопросов для обсуждения и порядок применения антидеппинговых мер. Не оставили без внимания международную деятельность Евразийской экономической комиссии. На данный момент о желании сотрудничать с ЕАЭС заявили более трех десятков стран. Буквально в начале этого месяца, 6 октября, вступил в силу соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом. Также следует отметить целый ряд направлений, которые обсуждаются в настоящее время. Это Индия, Египет, Корея, Иран. Партнеры из Южной Америки также проявляют интерес к сотрудничеству с Союзом. Мы приступили к работе над значимым документом, соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между странами Евразийского экономического союза и Китайской народной республики. В целом это подтверждает актуальность и своевременность проводимой нами работы по реализации потенциала союза. Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить поставленные перед нами задачи. Такие встречи – площадка для обсуждения самых острых проблем, ведь именно межправительственные советы. Это то самое связующее звено между главами государства и непосредственным исполнителем Евразийской комиссии. Потому основная цель – не политический диалог, а такой практический разговор. Сегодня ожидается подписание нескольких принятых межправительственных соглашений. К тому же планируется, что Беларусь и Казахстан подпишут так называемую дорожную карту. Ирина. Спасибо, Юлия. Напомню, что из Дворца Республики, где буквально минуту назад завершилось заседание Евразийского межправительственного совета, была Юлия Бешанова. Подробности встречи в нашем итоговом выпуске новостей в 22.30.